В этот раз мы отправились в действующий рудник. Опустились на глубину почти 800 метров, посмотрели как работают машины бурения, спустились в камеру опрокидов вагонов. Зашли в огромную подземную рембазу и залезли на дробильно-дозаторный комплекс. Финалом были Копры, где мы побывали в самом сердце это пульт управления подъемной машиной. Ну и конечно же сами машины грузоподъемностью 50 тонн. Рудник Николаевский. Одеваем фонари, самоспасатели, экипируемся и будем сейчас заходить в рудник. При заходе в рудник безопасность превыше всего, ведь в случае пожара или какой-либо внештатной ситуации эвакуация из-под земли занимает значительное время. И вот именно на это время вам и нужен самоспасатель, который будет вас снабжать кислородом. Система отслеживания и позиционирования, встроенные в осветительные приборы, позволит спасателям максимально оперативно обнаружить вас, либо своевременно сообщить об аварии на руднике. Устройство, на котором мы спускаемся в шахту, называется клеть. Спуск клети занимает не более 5 минут. Рудник является самым высокомеханизированным. Отработка ведется полностью механическим способом. Самый нижний горизонт находится на отметке минус 420 метров. Это около 800 метров от поверхности. Добычу рудник ведет около 42 лет. Отрабатывает полиметаллические залежи на глубине 1200 метров от поверхности. В год добывается около 500 тысяч тонн руды. Мы находимся в вспомогательном стволе для спуска и подъема людей, а также для подачи воздуха. Спускаемся на отметку минус 220 метров над уровнем моря. Общая глубина спуска составит 560 метров от поверхности. Здесь находятся выработки промежуточного горизонта для доставки людей и материалов. На этом горизонте оборудована база для ремонта самоходной техники, а также стоянка для погрузочно-доставочных машин. Одновременно под землей находится около 100 человек рабочих. По некоторым оценкам, рудник лучшая на планете месторождения цинково-свинцовой руды. По качеству и содержания металлов. Впустившись на горизонт, мы выдвинулись в сторону рем-базы. Это понижающая подстанция. 6000 кВт сюда приходит, 0,4 выходит. Здесь тонки. Токарные, фрезерные. Что с вами? Здравствуйте. Только работает. Где-то запчасти, где-то что-то делаю, подтачиваю, подтачиваю. А мы залетели прям на самую ремонтную работу. Это сама рем-база. Здравствуйте. Где происходит непосредственно ремонт техники? Рем-база впечатляет своим размером. Она огромна. Разделена на несколько цехов с зипом, станками и оборудованием. Под потолком подвесная кран-балка. Чуть далее еще один козловой кран. Масштабами база похожа на огромный завод, который компактно расположился под землей. Друзья, если вы тоже любите промышленный туризм, то вам обязательно потребуется экипировка для этого. И как раз то, что вы ищете, есть у наших партнеров на Яндекс.Маркете. Там вы найдете лучшее предложение с качественным снаряжением. А по промокоду RUDNIKAF вы можете получить персональную скидку 25%. Все ссылки в описании под видео. Мы едем пока на горизонт. На горизонт на какой? На 420. Вот это вот сопряжение, грубо сказать, развилка. Там камера и склад взрывчатых материалов подземного у нас находятся. У нас же работы ведутся как гороузрывным способом. Это выезжаем. Съезд. На комнате. По нему техника идет с ним к рабочим горизонтам, с лимбазы уходит. То есть, где на критике вышли, еще минус 200 метров опустились. Да, 200 метров. Это начинаются рабочие горизонты, где сейчас ведутся работы. Добыча, взрывные работы, бурение, проходка. Мы добываем длин к свинецу. Ну, попутно еще и серебро. Основные длин к свинецу. Вот это у нас проходческий станок, при помощи которого проходятся выработки. Куда не выходим, там забой не закреплен, не безопасен. Здесь стоим, здесь закреплено над головой. С помощью этого станка, вот он, бури шкуры. Потом в эти шкуры закладываются стрельчатки, производятся длинные работы. И уходит. Продвигание идет забоя вперед. И все вот эти выработки, вот он, кормилец. А на сколько он бурит под шкур? Он бурит, у нас получается штанга идет 3,7. Он в районе 3 метров бурит. За один цикл получается в районе 2,80-2,70 отрывает забой. Ну, уходка получается. За сколько курок? Курок на 55, когда забой, ну, в зависимости от породы. Если идет руда, породы крепкие, он будет на 55 попасть. Если по пародии идет, ну, нету, а на более слабже, он на 49 обуривает забой. У него есть паспорта, сочетка на проход. 50-50 курок. Как вы ориентируетесь здесь? Каким-то метком или просто, который на память? Знаю. Конечно. А ну, как ты здесь, я под этим работаю. А все выработки? Ну, вообще я работаю начальником участка, который организовывает работы для проходки всех категорных выработок. И бурение скважин, и потом взрывание их. И добыча. То есть, я вся как дома здесь. А вообще, под землей ориентироваться к действующим выработкам, к забоям. Идут магистрали всегда. Взрывная, то есть, ну, электрика, кабель какой-то под станок идет. Вот как здесь, смотри, видишь, трубы идут. Они куда-то идут. Они не могут просто идти. Ну, да. А вообще, на борта горных выработок нанесены названия этих выработок. И как запасному выходам идти, направление движения. Вот это вот заметили, то, что едем наверх. Это второй наш уклон на руднике Николаевске. По одному мы спустились. Это уклон северный. Тот был уклон транспортный. Вот это станок, который бурит скважинами. То есть, тот для проходки выработок, этот для отбойки уже блоков идет. Откуда ведем добычу. Он бурит скважинами, буривает веера. И потом веерами уже открывается горная масса. Вот это пуль. Бурение. Станок бурит. Вот это веера над нами. И он потом на вот это отбитое пострадство, на пустоту, заряжает веера веерами. Ну, грубо сказать, в среднем 15 скважин. Они заряжаются в замчатке. Происходит взрывание. И вот этот целит, который горный, разрушается. Потом приходит ПТМ. Грузит самосварку. А вот непосредственно очистное пространство, где отбитая руда откуда идет. Получается, мы видим выработку, да? За ней отбитая руда лежит. Там, а дальше. То есть, она на протяжении метров 10 и завалена все, ну, очистное пространство после взрыва рудой. Оно просто не вскрытое сейчас, вот отсюда ведется добыча непосредственно. Ну, не конкретно отсюда, а вот с таких блоков. Это уже отработано, просто очистное пространство, вот оно вам. Здесь ведется добыча. Вот, смотрите, минералы. Тут вообще вам нужно. Только сюда не ходите, здесь не закреплены опасны. Старайтесь здесь. Да, не хренать. Вот здесь валяются прям на полу, классно. Полный ледок у меня. Вот, взял. Вот по этой выработке есть, ну, ввозь за труду, на опрокиды. Потом ее опрокидывают в бункер, в дозаторную, потом скипом выдают. Сейчас идем по горизонту, минус 320. Мы идем к свалу, к летит. Посмотрим опрокиды. Попросим, чтобы у нас свозили дробей на дозаторный комплекс. Далее мы попали в камеру главного водоотлива. Как правило, она располагается рядом с камерой центральной подземной электростанции. Дальше были устройства опрокидывания вагонов, с помощью которых руда попадает на нижний уровень. Суть работы. Находят вагон. Скип – это сосуд, который в себя вмещает 8 кубометров руды. То есть 16 тонн где-то. При помощи этого сосуда поднимается, наверх вывалится бункер. А дальше с бункера уже у нас по 275 уклону вторая откатка идет. Руды уже на улицу непосредственно. Там не такие вагоны, как вот вы видели. Там стоят дункары. То есть порядка 10 кубов. Ну где-то тонн около 20 берет. Один дункар. Такими же электровозами вывозится на улицу 6 вагонов. Здесь 9 вагонов в составе, там 6 вагонов. То есть он движется скип здесь, а это у нас предназначено для спуска, подъема грузов. Вот именно вот это. Запускают все прочие руды? Все с 340 вот наверху. Это у нас горизонт. Ну где-то порядка 50 тонн у нее лебедка однозначно поднимает. А у нас еще два этажа. Дробильный комплекс дробит руду и доставляет ее с нижних горизонтов стволу рудника по конвейеру. А далее скипом поднимает на поверхность. Который пульт, которыми она управляет, машинами. Она видит каждый горизонт. Вот там дозаторная сейчас, вот там дозаторная. Здесь слева, да? Да, да, да. А сейчас здесь будет скип, видно, что он разгрузил. Вот это клеть, вот это скип. Скип сейчас поднимается, клеть опускается. Скип с людьми там, да, получается? Ну, когда да, когда вот. Скип пошел, заработал. Здесь вот у меня видно только дозаторную, а там горизонт. А, вот все, ленточка пошла, подъехал, да? Да. Машинист, культу управления подъемной машины, управляет погрузочно-разгрузочной работой скипа, а также подъемом и спуском оборудования людей. Когда не разгружается, тогда видно, что там камни стоят. Все, пошла вниз. Все, вниз пошел. Сейчас запроется. Ну, все, и мы так работаем. Классно. Спасибо большое вам. Спасибо. Это наш основной шахтный ствол вспомогательный, где производится спуск и подъем людей груза. Продвиженность нашего ствола 760 метров рабочего года. Расстояние между рабочими наризонтами 100 метров. Ну, а самая основная скорость, главная скорость максимальная к летней 6 метров в секунду. Вы уже спускались? Вот с такой скорость, да. Ну, если мы наверх едем, у нас скорость идет одна, как задалась с данной точки, то задана идет 6 метров равномерно. То сверху, она, видели, замедляется. Это для того, чтобы в стволе у нас клеть, когда мы поднимаем груз, мы здесь и людей груз поднимаем. Она выдвигает кулаки вот такие вот. И клеть жестко становится. Так вот, чтобы сверху, если где-то вдруг, ну, пробой там кабели или еще выдвинуть кулаки, чтобы клеть не грохнулась на ней, не сорвалась и сама не травмировалась, для этого у нас есть замедление скорости до минимального 0,16 метров в секунду. Поэтому вы просто сядете. Ну, а вообще подъем, конечно, оснащен надежной защитой, сигнализацией, блокировкой, которая проверяется ежесменно машинистками и рабочими слесарями, электриками. Постоянно делается обзор ствола с его ремонтом. Так что мы в надежных руках выли. Мы чувствовали. Да, защитной. Мы работаем, мы управляем машинистом. Вот, это наш пульт. Вот это наша главная машина, которая состоит из двигателя и барабана. Диаметр барабана у нас 4 метра. Диаметр. Тормозная система, барабан и вот основной, главный двигатель. Но управляем мы вот наш пульт управления, где также оснащен, это у нас идет монитор. Мы смотрим, чтобы на всякий случай вас где-то не прищемить там и чтобы вы все сели и вышли. Это наш главный экран, где отражаются стволы, ствол с его горизонтами. И вот противовес, вот сейчас у меня находится клеть выше 320, минус 320. И идет монитор, где мы прием идет сигнализации, как с клики, так и с горизонта во время режима работы груз или люди груз. И мы управляем, но мы сами не можем тыкать, как нам хочется. Нам дает в режиме груз сигнальщик с горизонта, специально люди это. А с клетей идет стволовой. В роли стволового может управлять как стволовой клетю мастер. То есть люди, имеющие допуск ездить самим и переводить людей. Вот идет список их, который строго отслеживается. Так же, как отслеживается рабочий график с пуском и подъемом к леди. Вот, здесь все строго по времени, так что каждый, чтобы работал. Это камеры по горизонту у нас идут. Рабочие камеры выставлены 220, 320 и 420. Мы можем еще выставить и другие, так вот, 370, 120. Но на этом подъеме, вот нам как бы 370, он идет в основном на дозировку. Хотя мне, если мне нужно оснастить этот, увидеть этот горизонт, вот, я нажимаю, и у меня выскакивает. И я смотрю, ну, мне это нужно посмотреть чисто для того, закрыты ли двери, никого ли нету на горизонте. В основном здесь для вспомогательного, вот наши основные горизонты. А это наш монитор. Это монитор в основном, конечно, для электрика достройщика. Вот, здесь единственное, если где-то нажалось стоп, аварийно, всегда мы смотрим отметочку. И как бы у нас есть защит много. Вот этот экран бывает, если раскорректировка, он потухнет. И я не могу видеть, где у меня клей стоит, и все. Ну, могу и забыть, забыть просто пустой экран. То, вот, для этого дублирует. Дублирует, покажет, вот тебе ствол, причину. Это у нас со стволом. Телефон, это по горизонтам мы. Вот, клики, связь высокочастотная. Это с самой клики. А это на каждом горизонте такой же шкафчик. Вот, я открыла, говорю, вот сейчас меня слышат. Все рабочие горизонты от 340 до 420. Это на случай, если сломался телефон, допустим, или непонятная сеть. То, что бывает, вины падают, там обры, все, еще не успели слесаря съездить. Сделать это делается мгновенно, потому что, вы сами знаете, что любая техника, она имеет, ну, как износ. Ну, у нас рабочие обочины четко, конкретно, тут же едут, исправляют. Это все потому, что ствол не должен стоять. Это основной ствол. Здесь люди и груз. Там только груз. Да, там поднимают его дружку. Вот эта вот машина, в Данигорске, она вообще единственная. А по всей России, вот их, наверное, только 3 штуки. Вот такой мощный. Редактор субтитров А.Семкин